Две драки и шесть задержанных. День выборов в российском генконсульстве. В селе Беляевского района расследуют развращение шестилетней девочки. Говорят, надругались прямо в школе. Снимаю с нее, значит, трусики. Смотрю, на трусиках кровь. Пережившие ад. В Одессе презентовали книгу с историями людей, побывавших в плену на востоке Украины. У меня пытали, у меня переломанные пальцы, кисти, рук. А теперь об этом и многом другом подробно и по порядку. В Беляевском районе расследуют развращение шестилетней девочки. По ее словам, над ней надругались прямо в школе во время занятий. Такой случай в учебном заведении якобы не первый, однако администрация замалчивает сексуальное насилие. Об этом говорят родители. Сегодня в знак протеста они блокировали вход в школу. Дети должны идти в школу подготовленными. К чему? К чему подготовленными? Изнасилование? Изнасилование? Изнасилование! Какие изнасилования? Что вы делите? Село Каменка. Вход в местную школу перекрыт. Родители не пускают внутрь директора. Люди возмущены, говорят, в школе скрывают сексуальные преступления против детей. Это все, это крик души, понимаете, это мы плачем, вот просто плачем. Я боюсь ребенка отправлять, я хочу ее отправить девочкой и забрать девочку, она будущая мама. Я редко плачу, но я вот сейчас плачу, я плачу, понимаете, просто помогите. В этом году дочь Анны пошла в первый класс, ребенку в школе понравилось. Но через неделю девочка вернулась домой, в окровавленном белье. Она как-то покушала, да, мы начали купаться с ней, покупала я ее, снимаю с нее, значит, трусики, смотрю на трусиках кровь. Начала смотреть, у нее там разрывчик такой хороший был. О том, что произошло, первоклассница ничего не говорила, но на осмотре у медсестры все же рассказала. А на перемене она пошла в туалет, там ее подкараулил старшеклассник. Прижался к ней очень близко, снял трусики и засунул ей что-то. Это сословили по другому. Ребенок был замкнут, не хотел говорить, очень тихо говорила, что об этом. Если девочка говорит правду, отвечать придется не только ее обидчику, но и администрации школы. Поэтому, несмотря на выводы медиков, директор утверждает, никакого изнасилования не было. Не издевайтесь, пожалуйста, потому что в школе ничего не произошло. А те родители, которые сегодня здесь, я не знаю с какой целью, почему они решили вот это все сделать. Я не знаю, я просто не понимаю. Да ничего не творится в школе. Родители из Каменки рассказывают, такая реакция администрации – обычное дело. В прошлом году здесь якобы уже скрыли факт сексуального насилия. Один из детей, как бы это правильно сказать, засовывал, извините, палец в анус. Это все родители хотели написать заявление, но тоже все закрылось и на этом все закончилось. А несколько лет назад дирекция замяла избиение и похищение школьника, жалуются родители. Была драка между двумя детьми. На следующий день отец одного из детей просто приехал в школу. И во время учебного процесса просто взял ребенка, посадил его в машину и увез его в посадку. Наказать. Что было с тем ребенком, как? Он его привязывал к дереву, что там еще было, не знаю. Он его выкинул под стены школы и уехал. Развращение первоклассницы сейчас расследует полиция Беляевского района. Правоохранители рассказывают, если обидчику школьницы уже исполнилось 14, его ждет уголовная ответственность. Но опознать его девочка пока не может. Константин Гаг, Константин Длужневский, 7 канал. Палатка, схватка и цветочные горшки. На Думской площади произошла стычка между активистами так называемого антитрухановского Майдана и приверженцами действующего мэра Одессы. Конфликт начался с попытки первых установить палатку народного депутата Виктора Кривенко. О том, как били горшки сотрудники мэрии и их оппоненты, и чем все закончилось, расскажут мои коллеги. Все началось с попытки активистов антитрухановского Майдана установить на Думской палатку нардепа от блока Петра Порошенко Виктора Кривенко. Она должна была стать передвижной приемной народного избранника. Простоять конструкции довелось недолго. И тут появились депутаты местной рады от доверия делам. Там их было в авангарде Ясинович, я не знаю, что она сейчас депутат, Лозовенко, потом Балух. Ну, целая команда. И они привели за собой электорат Труханова. И вот эти все тетушки также подошли. Их было много людей, напевно, что 150. И когда стемнело, они начали просто, вот эти тетушки кинулись, начали громить намет. Когда же страсти немного улеглись, сторонники мэра и сотрудники коммунальных предприятий города заставили Думскую горшками с декоративными цветами. А противники городского головы все же установили пострадавшую палатку чуть дальше. Цветы перемещать не планируют. Когда мы стояли над Трухановским майданом, мы старались ухаживать за цветами, поливать, чистить, мыть все вокруг. И, собственно говоря, только за красоту. Мы ничего убирать не будем. Сейчас на Думской мирно соседствует палатка на Ордеп и наряд муниципальной охраны. Блюстители говорят, охраняют выставку. Вообще-то это выставка. Выставка. Это цветы людей. Теперь у мэрии красуется декоративный папоротник, драцена, традисканцы. Ну а кое-кто решил украсить Думскую своим перцем. Сегодня утром сотрудники коммунальных служб аккуратно сдвинули горшки, занимавшие всю площадь, в небольшие островки. Но ботаники в соцсетях уже порекомендовали убирать цветы хотя бы на ночь, иначе замерзнут. Тем временем активисты антитрухановского майдана планируют посетить ближайшую сессию городского совета, которая состоится в эту среду. Наталья Костынко, Валентин Мирза, Седьмой канал. Еще одна нестандартная новость с Думской площади. Так, 800 пачек по 50 тысяч гривен. Такой 10-метровый коврик сегодня встречал чиновников Одесского городского совета. Его постелили представители антикоррупционного офиса, так активисты протестовали против скидок для операторов стоянок. Перед входом в горсовет установили инсталляцию 40 миллионов гривен в натуральную величину. Именно такую сумму каждый год теряет одесский бюджет из-за начислений сомнительных льгот для автостоянок. В законодательстве не сказано ни о каких квотах и ни о каких льготах. Более того, предусмотрено, что прямо сказано, что запрещено уменьшать ставки для определенной группы каких-то предприятий. Сейчас льготы получают 192 стоянки. Это примерно половина всех имеющихся в городе. Им горсовет предоставляет скидку 90 или 60 процентов каждый год. Это большой секрет, как их выбирает городской совет. То есть нигде это не озвучено, не оформлено. В решении нет никакого обоснования, почему именно эти стоянки получают льготу. Нет обоснования, почему часть стоянок получает льготу в 90 процентов, а часть стоянок получает льготу в 60 процентов. Я могу предположить, что если ты занес определенный конвертик денег, ты получаешь льготу в 60 процентов. Если конвертик денег чуть-чуть побольше, то ты получаешь льготу в 90 процентов. По подсчетам активистов, за 40 миллионов гривен, которые ежегодно теряют бюджет, можно было посадить 100 тысяч деревьев, оборудовать 6 километров новых тротуаров с пандусами для инвалидов и велодорожками, построить 4 километра дорог, подарить 10 тысяч путевок в лагерь, установить 500 остановок общественного транспорта, приобрести 53 машины скорой помощи, 8 тройлебусов и ремонтировать 80 фасадов в историческом центре города. Ирина Рогозянская, Дмитрий Бондаренко, 7 канал. Сегодня с Думской площади поступает много интересной информации, вот следующая новость тоже оттуда. Так, почему на остановках не устанавливают урны? Кто из чиновников ушел в отпуск, забыв про свои обязанности? И на кого переложили вину за размещение городских кафе прямо на тротуарах? Ответы на эти вопросы сегодня искали в мэрии. Что еще обсуждали городские чиновники на аппаратном совещании, знает Кристина Немченко. Говорили об уличном освещении, о бюджете и плохих дорогах, о мусоре и установке ур на остановке на улице Радостной. Когда начали искать ответственных, их не оказалось, а не в отпуске. Позже вспомнили и о предпринимателях, которые занимают весь тротуар на Дерибасовской. Почему чиновники не помешали им там разместиться, а потом еще и вырубить деревья, никто сказать не может. Ну, первое, хочу заметить, что Дерибасовская является пешеходной зоной по поводу того, что они занимают весь тротуар. А по поводу деревьев, это, извините, не совсем ко мне вопрос. Вопрос Дерибасовской, которую незаконно перегородили летние площадки, оставили на потом. Чиновники решили, что порядок там будут наводить уже в следующем году. Совещание собрались было закончить, едва не забыв о самом главном. На Сегетска, где уже целый месяц идет ремонт теплотрасс, возобновили движение. С сегодняшнего дня, с понедельника, организовано движение, одностороннее движение в один ряд по улице Сегетска с 7.30 до 10 утра. Это как раз тупиковое время, когда большинство одесситов как раз едут с поселка Таирова в центр. Поэтому это позволит нам снять напряжение с французского блювара, с проспекта Шевченко. Движение на улице Сегетска будет регулировать полиция. Кристина Немченко, Алексей Филиппов, 7 канал. И далее переходим к главной новости вчерашнего дня. Драками с полицией, задержанием активистов закончились митинги под Генеральным консульством Российской Федерации в Одессе. Напомню, что вчера, в воскресенье, в Российской Федерации проходили выборы депутатов Государственной Думы. Один из избирательных участков работал в нашем городе, в ДИП-представительстве. Голосование в Генеральном консульстве России началось в 8 утра. Несмотря на то, что никаких объявлений о работе избирательного участка ни на сайте, где представительства ни на его входе не было, люди по одному приходили, чтобы проголосовать. Не боюсь я ничего, ребят. Я сказала, я уже все отбоялась. Вы представляете, сколько мне лет? Я уже столько пережила. Я родила, я в школу кончала, Сталин еще был. Я проголосовала за того, кого хотела. Я брала скрепительный талон специально, чтобы проголосовать здесь. Какое будущее России вы видите? Ой, ребят, очень хочется в Европу. А там как получится. Около 11 часов дня к Генеральному консульству приехали несколько активистов правого сектора. Когда один из них попытался не пропустить для голосования мужчину, завязалась потасовка с полицией. Не надо у нас выборы выбрать. Не надо меня забирать. Послушайте. Ворошенко что сказал, ребят? Смотри, голосовать. Каких выборов? Голосовать хочешь? Да не забирай меня. Ты б***ь. Руки. Что не делай? Мы увидели обличие украинской полиции. Если сегодня они себя так агрессивно поводят, мы будем это враховывать на будущее. И на будущее будем проводить акции в другом формате. Когда задержанных попытались вывезти на патрульной машине, остальные активисты попробовали забрать своих у полиции. Завязалась новая драка, после которой количество задержанных увеличилось до 4. Зачем он их водил? Не ставьте его. Тихо не будешь сидеть. Смотрите. Смотри, вылетай. Смотри, вылетай. Стоять, стоять. Аккуратно. Аккуратно. А что делать? Аккуратно. В полиции говорят, полномочий не превышали, действовали по закону. Здесь были отношения, хулиганские действия со стороны определенных лиц в отношении людей пожилого возраста. Поэтому полиция оттеснила. Но дали нарушителей, начали нарушать общественный порядок, оказывать неповиновение и лезть в драку к сотрудникам полиции. Нами были задержаны 4 человека и доставлены в отдел полиции для составления административных протоколов за мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам полиции. Через несколько часов задержанных отпустили, они вновь пришли под консульство с подкреплением. Во время митинга произошла еще одна потасовка с полицией, в ходе которой задержали еще двух человек. Александр Полуев, Седьмой канал. У одесского нефтеперерабатывающего завода снова митинговались. Сотрудники требовали от руководства вернуть им долги по зарплате. Накопилось уже около 50 миллионов гривен. А прямо во время протеста через другой КПП пытались вывезти нефтепродукт из завода. Возле одесского нефтеперерабатывающего завода снова собрались сотрудники предприятия. Они требуют выплатить им зарплаты. Долг НПЗ перед людьми достиг 50 миллионов гривен. Последний раз я зарплату получал в августе 2014 года. По моим подсчетам 1060-70. 2013 года Юрий работал на НПЗ товарным оператором. Заправлял газовозы. Теперь здесь это никому не нужно. Мужчина попросту не может попасть на свое рабочее место. Хотя все еще числится на предприятии. Таких, как Юрий, здесь около полутысячи человек. С 2014 года завод стоит. Если новый собственник не может сделать нормальную работу предприятия, государство должно его забрать. Тем более фонд госкому имущества должен публиковать договоры, в которых должно быть все прописано. В том числе там должно быть прописано о том, что предприятие сохраняет свой профиль работы, выплачиваются заработные платы, выплачиваются долги. Если этот договор не выполняется, его надо растрогать. Чтобы помочь людям вернуть свои кровные, в Одессу из Киева приехала целая делегация. Приду на Кабмин. Жестко ставить вопрос на уровне ультиматума перед Гройсманом. Есть две темы. Первая, они все энергетические. Первая, остановить разбазаривание и воровство в нефтегазе Украины и укрогаздобычи. Пока люди митинговали, к другому КПП подъехала грузовая машина. Хотят вывезти нефтепродукты. Вы же отсюда воруете. Почему вы туда приходите? Не ворую, мы вывозим. Вы вывозите, а это ворой. Ну, понимаете. Ну, конечно. Генеральная прокуратура Украины расследуется уголовное производство по факту хищения нефтепродуктов с завода. Ущерб государству в этом уголовном производстве установлен 341 151 238 гривен. Мы обратились везде. Службу безопасности Украины, в прокуратуру Одесской области, в Генеральную прокуратуру. С заявлением о преступлении, что, по сути, несмотря на то, что расследуется сейчас такое уголовное преступление, вывоз продолжается. Размер ущерба для государства может достигать нескольких миллиардов гривен. Для того, чтобы установить правильно размер ущерба, причиненный государству, прежде всего необходимо провести инвентаризацию, которую не дают проводить представители этого предприятия ГПО «Кртранснефтепродукт», несмотря на то, что существует два решения суда, по которому они обязаны это сделать. На КПП поставили круглосуточную охрану и повесили замки. Впускать и выпускать будут только те грузы, у которых правильно оформлены накладные документы. Ольга Голодова, Валентин Мирза, Седьмой канал. Поселку Березино Тарутинского района 200 лет. Отмечали пафосно, с песнями, плясками, оркестром и даже салютом. Не обошлось и без традиционных спортивных турниров. И все это на фоне сине-желтых флагов и караваев. В национальных костюмах с караваями и сине-желтыми флагами. Так жители Березино отмечают День поселка. Березино – эпицентр украинской Бессарабии. Сегодня поселку 200 лет. К празднованию присоединились и гости из Германии. Когда-то в Бессарабии жили целые немецкие колонии. В середине 20 века они разъехались, кто куда. Но родину за все это время не забыли. Как, к примеру, и доктор Эдвин Кельм. Мне было 11 лет. Я жил в поселке Мирнополе, недалеко от Арциза. И в 11 лет я должен был уехать из поселка. Но эти 11 лет так сохранились в моем сердце. На сегодняшний день мне 87 лет. И я до сих пор помню это время. Безопасность местных жителей охраняет Одесский Левый берег. Руководитель формирования сам родом из Березино. В день рождения он подарил родному поселку живой оркестр, салют и вот этот турнир по вольной борьбе. Денис говорит, праздника без спортивных игр здесь еще не было. Сегодня мы выступили спонсорами в некотором смысле этого слова. Во всяком случае, профинансировали турнир по вольной борьбе. Создали призовые фонды, чтобы молодежь наша стремилась к спорту, а не к гадостям в виде наркотиков. Победитель турнира получает вот этот кудрявый приз. По программе празднования заканчиваются в час ночи. Но жители Березино обещают гулять до утра. Пережившие ад в Одессе презентовали вот такую книгу. В ней реальные рассказы людей, которые побывали в местах незаконного лишения свободы на Донбассе. О подвалах и условиях, в которых держали пленников, и пытках и освобождении душераздирающие факты в сюжете Анастасии Кожушка. Что забыли здесь, твари? Вызвали. Призвали. За кого слушать угодно? Нож! Руку опусти. За это? Зажрать его. Жри, твари. Это кадры из одноименного документального фильма «Переживший ад». В нем, как и в книге, которую презентовали в Одессе, рассказывают, в каких условиях держали украинских пленных. Вот в этом месте я спал. Мне постоянно место давали. Остальные, кто сидя, кто стоя, по очереди час-два спали. Евгений жил в Стаханове, Луганской области. Всегда занимал активную гражданскую позицию. Когда началась так называемая «русская весна», мужчина начал проводить шевченковские чтения и конкурсы детских рисунков в поддержку украинских военных. Пока однажды к нему в кабинет не ворвались шесть автоматчиков. Евгения увезли. В гараже, который не приспособленный, на бетонном полу это все находилось. Людьми так набивали помещение, что невозможно, ну, некоторым не было места, где сидеть. То есть люди стояли, люди там прыгали в яму. Жара колоссальная была, все от этого кашляли. Не было доступа ни к свету. Первый период вообще не кормили. Только раз в сутки можно было выйти в туалет и воды набрать. Держали в плену и пытали не только военнослужащих, но и гражданских. Даже женщин. Иногда мучили часами, а иногда неделями и месяцами. В прикосновном порядке потребовал написать кровью на стене, пока он выйдет. Люблю Донбасс. Написал. Просто лицом вниз, как бы, и они меня били где-то от, как это называется, поясницы, да, до колена. Естественно, я же переворачивалась в это время. Били меня, хотели бить по животу, мне до сих пор здесь осталось. Вот след, с учетом того, что это было в начале, ну, когда, где-то 17-го числа, 20-го. Потому что сказали, что они выбивают укропа. Свидетельство этих же героев вы найдете и в книге «Переживший ад». Кроме них, там фотографии и грандиозные исследования о местах несвободы. Кстати, чаще это были подвалы. Далее исследуют уже камеры КПЗ, автомобильные боксы. В исследовании фигурируют даже стеклянная кабина в холле и пролеты между ступеньками. На сегодняшний момент таких свечений набагато больше. Насколько я знаю, больше 300 таких людей опитано наразе организациями коалиции. И информация, и такой звезд, он в перспективе будет оновлюваться, потому что информации уже про места отримания, навіть набагато больше, и появляется информация про новые места. По данным общественной организации «Мирный берег», к 16 сентября 2015 года в заложниках удерживали 275 человек. Из них 214 военных и 61 гражданский. Пропавшими без вести числятся 608 человек. Из них 353 военных и 255 гражданских. Это сложно поверить, что все, что мы сейчас услышали, происходило в наше время, в наш 21 век и в нашей стране. Мы будем искренне надеяться, что все люди, виновные в этих зверствах и преступлениях, будут серьезно наказаны. И к другим темам. Война в лицах в Музее современного искусства открылась экспозиция «Портрет солдата». Автор работ – журналист Виктория Ясинская. Она пишет о войне. Год назад девушка решила собрать все, все свои материалы, фото-выставку. Далее в сюжете. «Портреты тех, кто защищает нашу страну». Этот человек – командир роты, артиллерист Владимир Киян. Волонтеры и солдаты называли его хранителем счастья. В этом городке он и погиб в начале сентября. Подорвался на растяжке. Ему было чуть больше 30-ти. У Владимира остались жена и маленький ребенок. Все удивляются, почему же он поехал без бронежилета. Там растяжка. Причем он прикрыл еще ребят. Прикрыл ребят, когда понял, что вот сейчас рванет. Соответственно, он погиб. Ребята остались живы. Все остальные герои Виктории Ясинской живы. Это девушка, журналист и автор этой фотовыставки. О войне она пишет два года. Есть ряд документальных интервью. Это такие истории ребят и боев, которые они прошли. Захотелось это собрать в определенную сначала небольшую выставку. Это была маленькая выставка год назад. Все свои материалы Виктория еще год назад собрала в небольшую фотовыставку. Сперва экспозицию показывали в Америке. В организации помогли волонтеры. То есть это была их инициатива сделать ее для Америки в целях сбора денег. Это был фонд определенной психологической реабилитации. Мы хотели показать ее, они хотели показать ее там и собрать деньги на реабилитацию ребятам здесь. Выставка в Америке прошла успешно. Поэтому Виктория решила сделать подобную и в Украине. Самому молодому ее герою 20 лет. Журналист говорит, этих людей объединяет не только военная форма, но еще и любовь. Любовь к друзьям и семье. Самая главная ценность для них семья. Они в основном все говорят, мы очень не хотим, чтобы это пришло к нам. Вот к нам домой. Это главная мотивация. Презентация выставки прошла в марте в столице. Затем фотографии отправились в путешествия по всей Украине. Портрет солдата пробудет в Одесском музее современного искусства до 1 октября. Для всех вход свободный. Марьям Альхасан Али, Юлия Федорова, Игорь Казанжи, Седьмой канал. С новостями на этом пока все. Но мы продолжаем следить за событиями в Украине, в Одессе и в регионе. С событиями вторника будем знакомить вас уже завтра, начиная с двух часов. Сегодня же я желаю вам хорошего вечера. Оставайтесь в теплой компании Седьмого канала. Особенно это важно в такой первый прохладный по-настоящему осенний вечер. Увидимся завтра. Счастливо.